Ну, мы с вами вспоминали Великую Отечественную войну, уж какой удар, и то вынесли, да? А сейчас, конечно, ситуация все-таки полегче гораздо. Ну, для меня загадка, для чего нужно было Центральному банку сначала обваливать рубль, потом обваливать доллар сейчас, почему нельзя было спокойно от 32-х довести там до 45-ти, прибавляя по 2 копейки в день, да, резервы все позволяли, спокойно, не допуская паники. Конечно, когда вдруг начинает резко расти, не исключая, может, спекулянты разгоняют. Конечно, население включается это все и разгоняется. Зачем? Ощущение, что Центральный банк управляет непрофессионалы, вот какой-то внутренний. Потому что у нас же был уже, там, был 98-й год, был черный вторник, уже был 2008 год, за это время уже вполне можно было научиться управлять в таких ситуациях. Поэтому, не знаю, я бы поставил действием Центрального банка двойку. Конечно, безусловно, все мы уже чувствуем, что жить мы будем, конечно, победнее, чем раньше. Если это продлится, там, год, два, это три даже, это не страшно. В конце концов, эти санкции, это стимул для того, чтобы наша отечественная промышленность, которая не могла конкурировать, что скрывать. Во-первых, зарплаты были высокие. Сейчас этот девальвация, кризис, все-таки, сделал более конкурентоспособными. Когда санкции закончатся, я думаю, что мы будем, в общем-то, готовы к рывку. Я думаю, что тогда как раз к нам хлынут инвестиции, потому что мы будем страной более интересной для инвестиций, чем там три года назад. Я надеюсь на лучшее.